Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы приветствуем на канале Визор Ас. И сегодня у нас после затяжного, как говорится, затяжных выходных и перерывов, сегодня у нас полноценный стрим с нашими завсегдатыми друзьями. Я представляю вам их сегодня. Это доктор под ашнахским душем Артурик Джан Артурик. Салам, доброе утро, добрый вечер. Салам, 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 а также сегодня у нас нападающий Яшар Бакинский. Добрый, 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 добрый. И наш дорогой мудрый человек из... Славик. Из... да, пропускаем, да. Наш дорогой прохожий Вячеслав Прохожий. Бурно приветствуем тебя, брат. Однако, доброе утро. И с вами я, диванный эксперт Чикюр. Да, молодец, молодец, да. Ну, дорогие друзья, после затяжного, как я сказал, перерыва, мы снова выходим в полной форме. Да, по полной боевой. И у нас есть что, как говорится, сегодня перетереть, потому что очень много чего произошло. Я, извиняюсь, особо не хочу говорить о конфликте в Украине и России, потому что есть стороны, которые, с одной стороны, заинтересованы в этом, с другой стороны, не заинтересованы. Никто не хочет этой войны. Этой войны вообще не должно было быть, честно говоря. Это мое такое мнение. Почему? Потому что я считаю, все-таки, как бы ни говорили на Украине или в России, я считаю, все-таки Белоруссию, Белорусь, как сейчас говорят, да, Украину и Россию, братским народом, это одни и те же люди. Да. Поэтому я не буду разбираться, значит, не хочу эту тему сегодня обсуждать, потому что все это, от нас ничего не зависит, и как сложится, как ляжет, как говорится, карта, так и ляжет карта, потому что они должны найти в себе силы и разобраться между собой сами. Ну, а мы, как говорится, по нашим оппонентам сегодня пройдемся голопом, так как они уже начинают немножко наглеть, 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 да. Да, еще одна такая новость, которая, как говорится, связана с вот этой проблемой войной, это то, что буквально вчера из Хан Кян-Ди или позавчера, я точно не помню, были отозваны миротворческие силы России. Видимо, где-то они нужнее, чем в Хан Кян-Ди, да, поэтому немножко позиция Армении начинает ослабевать. Ну, и, как говорится, главный нападающий премьер-министр Армении, вернее, отступающий, да, он вчера, вчера, втихаря сел на самолет, армянский, армянский самолет сел и поехал, как говорится, куда? К другу во Францию. Самое время, да, когда мы уйдем на север, а мы уйдем на север. А армянский, американский самолет, или? Да, 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 он сел какой-то самолет, я чехарак какой-то сел, да, да, и, короче, поехал на Францию, на Францию поехал, да, да. На Францию, когда в страну, в страну, в страну, в хотящих будет ослабевать. Да, там Ингулик его встретит как раз. Да, 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 Ингулик его уже ждет, она хотела его всей душой своей обнять, так, чтобы он, как говорится, прильнул к ее широкой груди и задохнулся. Не объятный к груди такой. Это еще, как говорится, под большим вопросом, а, потому что они любят на валике кататься. Да, 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 сандалики. Яшар, да, мы тебя тоже поздравляем, вот, Яшар, это в Азербайджан, поздравляю тебя с днем рождения, я тебя тоже. Да, Яшар, да, я совсем не вылетел из головы у меня, извини, да, Гардаш? Спасибо. Фазиль, салам, фазиль. Фазиль, салам, Яшар, это в Азербайджан, салам. Салам, фазиль, салам. Да. И вот ситуация у нас, как говорится, нарисовалась такая, что премьер решил, как говорится, попробовать счастье. Пока в России идет война, значит, он решил использовать этот момент со своей, как говорится, выгодой. Самое время то, да, кинуть через покрышку. Помните, когда у Турции начиналась война с Россией, моментально тут получалось так, что это самое, да, Армяне, 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 Турции переветнули в сторону России и пошли против Турции, да, а потом турки их за это взяли и наказали. Тут то же самое почти происходит. Он пока тестирует, тестирует, смотрит, что Россия скажет. Скажет Россия, не скажет Россия, скажет Россия, не скажет. Но Россия всевидящая, она все видит. Она все видит, и это ему зачтется. Зачтется, как он пытался играть, как говорят, как сказали бы, на два ворота. На два ворота в Армении, сказали бы. Вообще удивительные люди они. Сейчас в Карабахе я вот видел ролик, где, значит, стоят армяне, там женщины, дети, мужики с плагами. Россия, это вот где вот памятник вот этот вот с бабушкой, с дедушкой. Запортича, памятник Запортича. Да, да, да. Стоят с российскими плагами, орут. Мы одно целое, мы единое, мы за Россию. Слава России. Это что за джеттегерянство такое? Чистой воды. Чистой воды причем. Мне даже мне стыдно стало. А да, противные люди, я клянусь. Такие вещи кто делает? Как можно? Россия вас предала, Россия предала вас. Они как гуманитарные, типа, да, послали. После этого у них ни света нет, ни газа нет сейчас. Поближе. Минометы прилетают. Да, ну, что можно еще сказать по этому вопросу. Я думаю, что Россия извлечет из данного действия армянской стороны самое то, что на самом деле происходит. Как только армяне видят, что у кого-то слабинка, да, слабина есть какая-то, вот Турция, они почувствовали, что у Турции какая-то слабина появилась, да. То есть более большая Россия, как говорится, войной, они друг на друга пошли войной. И они раз так быстро, как это, знаешь, у этого Шерхана, да, говорят. А мы, говорят, идем на север, а мы уйдем на север. Вот тут то же самое произошло, а именно они решили перейти, переметнуться с одной стороны на другую сторону. Да, но я думаю, что Россия не даст этому пройти, как говорится, мимо этому делу и примет правильные меры, правильные меры. Да, ну, еще, да, вы представляете себе, да, то есть эти люди вообще являются частью, частью вот этого союза, как он называется, ОДКБ, да? Да, ОДКБ, да, то есть частью союза ОДКБ, находясь, эти люди еще пытаются сесть на второй стул, НАТО, с НАТО, понимаете? Да, вот прямо видно, да, вот есть слово такое, да, я не хочу его использовать, да, но вот, знаете, вот, как какая-то проституция, да, вот получается, да. То есть если ты политическая проституция, да, и я это смотрю, хочу понять психологию, да, как, почему так происходит на самом деле, да. Ну, я не могу, потому что в здравом уме это не укладывается, да, вроде недавно они кричали Пашинян, 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 Россия, Россия. Это, вот, как сказал Славик, да, вышли к Татик и Тапику и говорят там, мы с Россией, мы с то, мы с это, да, ну, они это зачем делают? Потому что они прекрасно понимают, что миротворческие силы России находятся на территории Ханки Андрея, да, и они должны показать, что они патриоты, чтобы люди потеряли бдительность, понимаете? То есть, да, то есть, как это так, да, вот ты кричишь, ты русский, ты мой брат, ты то, ты это, а если надо будет, они ночью придут, ночью, когда все спать будут. И нож в спину всадят, понимаете? Вот такая политика, да, у этой, как говорится, у этих людей, да. Вот, ну, я надеюсь, что там еще остались здравые люди, они прекрасно понимают, что Байрактар в любой момент, не один, море, море Байрактаров, может подняться, как говорится, в воздух и навести не то, что шорох, а порядок, порядок, да. Да, я всегда отвечал на вопрос, когда наши зрители задавали нам вопросы по поводу того, что, Олег, вот ты говоришь, что так и так и так и так, но как так может быть, что позволяют на территории Ханки Андрея строить новые дома, новые здания, новые, там, не знаю, дороги, там, не знаю, и так далее, и так далее. Да, ну, я всегда говорил, ребята, что строится в Ханки Андрея, все строится на пользу Азербайджана, потому что Азербайджан рано или поздно вернется туда. И как мы предполагали, значит, с сентября по апрель даже такие прогнозы были среди нас, что должна начаться война, да. Некоторые отдельные товарищи могли не соглашаться, но большинство было согласно с тем, что война на вот-воте, да. И то, что мы ожидали, оно произошло. И вот этот, весь вот этот духов, вся вот эта вот надежда на еще одну Армению на территории Азербайджана, она как, это самое, да, как, извиняюсь за слово, как дресня вылетела, как говорится, в армянский унитаз. И потом все эти унитазы они с собой забрали. Ну, что можно сказать? Если вы можете, как говорится, так это обделаться, то надо и позаботиться о том, что вы наделали, и забрать это с собой. Ну, я не против, забирайте. Кстати говоря, в Украине ловят этих вот... Мародеров. Мародеров и среди них гражданин Армении. Красавчик, красавчик, да. А у них даже мозгов не хватает. Представляешь себе, да, вот один армянин, да, один армянин, да. У него даже мозгов не хватает. А вдруг меня поймают. Я же всю свою страну, всю свою страну, как говорится, это самое, да, обосру. Ну, на самом деле, да, я уже такие слова использую, потому что я вот, ну, просто графически хочу, чтобы они почувствовали, да, как это выглядит, понимаешь. Да, и, пожалуйста, поймали мародера, а сейчас с мародерами что там делать? Их привязывают к столбу, к столбу и по жопе. И жарят им, да, хорошо, да? Да, как они их избивают. Это ему, его великий гем подсказал. Да, ну, я, честно говоря, против насилия, я против насилия, да. Да, но ради показательных мер, ну, одного-двух можно. Можно, 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 да. Мародеры в любое время, во все времена к ним относились хуже, чем к врагам. Да. Мародеры, вандалы, кто? Вандалы, да, да, да. Да, согласен, согласен. А кто вскрывает могилы и сжимает желтые зубы? Это вообще кошмар. Или плиты воруют с этих... Да, я, шар, поближе сядь, а то тебя далеко слышно. Да. И, значит, вот, 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 когда такая движуха на Украине происходит с этими армянами, да, уже говорят о том, что они вошли в этот конфликт и выступают армянские эти воины на территории Украины. Они там что-то там уже воюют там и так далее, и так далее. Уже нескольких даже, по-моему, говорили, поймали там, да. Да, и они признавались в том, что они из Армении пришли туда воевать. Ну, я не знаю, понимаете. Я человек, мирный, мирный человек, по своей, как говорится, натуре. Ну, правда, правда, в армии я служил, да, было и такое. Приходилось помогать, как говорится, своим товарищам, да, которые лежали со мной, как говорится, в одной траншеи на стрельбище. И когда поднималась, как говорится, мишель стоячая, я, как говорится, выпускал три патрона, падала она, поднималась грудная, как говорится, мишень. Я стрелял еще раз, она еще раз падала, еще мишень. И еще одна грудная поднималась, я еще три патрона выпускал и на отлично сдавал этот самый. Но мой командир роты всегда рядом со мной лежал какой-нибудь непонятный экземпляр, ну типа там Араик или там Ашот или не знаю кто, или там Халпаев какой-нибудь. Ну я не хочу никого оскорблять. И командир мне всегда говорил, Олег, у тебя остались патроны еще? Потому что комиссия всегда сидела на пульте, там на Верховного, и она не видела внизу кто стрелял, она только смотрела вперед на мишени, на мишени смотрела. Да, да. Я говорил, да. А ну, говорит, возьми его мишень, а то, говорит, он уже два раза промахнулся, говорит, третий раз промахнется, это будет плохой результат для нашей роты. И мне приходилось, как говорится, снимать автомат с предохранителя, и как только поднимался этот огород, я его тоже снимал. И за это в конце, после всего, командир мне говорил, и не только мне, там еще два человека было, которые на отлично сдавали стрельбу, говорили, все, кто на отлично отстрелялся, два шага вперед, направо, пешком, в роту, шагом маш. Остальные налево, газы и вперед километры наматывать. Так что, дорогие друзья, ну, гимикс, да, я представил, вас не было в начале. Сегодня у нас, как говорится, еще раз повторюсь, доктор по дашнадским душам, Артурик, также у нас сегодня Бакинский Яшар, Яшар Бакинский и этот самый Славик Прохожий, Славик Прохожий, да. Ну, один из Америки, один из, как говорится, Азербайджана, второй, и третий из Германии, из Германии, да, из демократической Германии. Интернационал, полный интернационал. Ну, я, как говорится, пермский парень, да, первый парень на деревне, да, вот, поэтому, дорогие друзья, с военными действиями очень все плохо, потому что армяне сунули свою сапатку не туда, куда нужно было, да. И вместо того, чтобы дать двум народам разобраться один на один, ну, приходят вот туда вот такие вот шелешперы, которые не являются гражданами, еще раз, России, просто суют свой этот самый Гутер Морген туда, но, понимаете, все равно... Давай подружим, да, в конце, давай подружим, да. Да, вот. Я думаю, что то ли они маценькие, как говорится, это самое, то ли что, я не пойму, в общем, да. Ну, также, какие у нас еще были новости по этому поводу, дорогие друзья, за последние, как говорится, сутки, ну, помимо военных действий в России, все вы слышали, что Турция и Азербайджан пытаются примирить Россию и Украину. Значит, вчера представитель Украины был в Турции на переговорах с российскими представителями, с турецкими, с азербайджанским президентом, и они пытались обсудить вот эти дела, которые происходят на Украине между Россией и... в Украине, между Россией и Украиной, да. Но пока они к консенсусу не пришли, но, видите, насколько... Туркская сторона, я буду говорить, пытается все-таки примирить эти два народа, потому что на нашем материке нам не нужны войны. Потому что, понимаете, это братоубийственная война, я вам честно скажу. Братоубийственная война, да, которая невыгодна ни одной, ни другой стороне, да, и это все должно как-то решиться мирным путем, без насилия, без убийств и так далее, и так далее. Да, страдают в основном мирные, простые люди, и я, честно говоря, против войны, я за мир, не знаю, какая дружба может быть сейчас там, на этой территории, да, я имею в виду... Не боишься ты? А? Не боишься. А что мне бояться? Брат, что мне бояться? Что я... Как зачем мне бояться? Я, я в Перми, в Перми меня, в Перми меня, в Перми меня кто поймает, кто поймает меня в Перми? В России, говорят, нельзя говорить, нет войны. Ну, мне разрешил товарищ Путин, он меня знает лично. Интернета у них нету, да, по-моему, тут ДЖД, как тут заходит сейчас? Не знаю, у ДЖД, наверное, у него все дела плохие. Спасибо, спасибо, кто поздравил на Чоксуал. Да, у него в последнее время дело плохое, потому что после того, как его рассекретили, этого Генриха Петросяна, он уже, да, у него настроение хреновое стало, понимаешь? Я помню, я помню, когда у нас война была, он говорил, смотрите, камень на месте живет, что интернета нету, все у вас, это, да, сделали, в смысле? Ну, вот это, вот это, знаешь, вот этот, да, вот этот пахлылых, который он говорил, да, нам, россиянам, плохо обошелся, да, вот, понимаешь, как говорят, как говорят, да, да, в России есть такая пословица, да, не рой яму другому, сам в нее попадешь, да, и вот этот Гич, вот этот самый, да, взял, сказал и нам яму вырыл, да, теперь все против нас, у нас интернета нету, у нас все нету уже, уже последний труселя с нас снимает. Да, а он сидит там, как говорится, чай попивает, халву кушает, и эти бакинские помидоры с хаяром. Я говорю, я говорю, Олег, если так пойдет, если так пойдет, то Альмения уже, в смысле, обратно, да, будет возвращаться. Ну, да, они, они, они очень... Правильно, да, Пашинян говорил, да, говорит, 5 миллионов будет. Да, да, Пашинян, он, честно говоря, он очень хочет, чтобы это самое, да, управляли ими, это самое, да, Азербайджан, почему? Потому что в старые времена, когда на территории, это самое, да, как это называлось? Ереванское ханство. Ереванское ханство, да, да, на территории Ереванского ханства, когда все было там мирно, хорошо, спокойно, армяне, те, которые малочисленный народ там проживал, они мирно, дружно жили, как говорится, с семьями дружили и так далее, и так далее. Ну, я не имею в виду этого, да, вот этого дошнака, этого нужду, да, потому что у нужды всегда нужда есть, понимаете, в кровопролитии, в каких-то потасовках, в каких-то беги и рядби и на мусс, в делах каких-то, да. Да, да, ну, один из наших оппонентов отличился, да, я же говорю, ребята, они большие сказочники, понимаете? Да, он сказал, что когда, даже да, я имею в виду, да, что когда он проживал на территории Азербайджана, в Баку, он знал аж три языка, говорит, на 60%, на 60%, я вообще не пойму, как можно знать язык на 60% вообще, да. Три языка, говорит, знал, говорит, на 60%, то есть это один русский, один азербайджанский, да, и еще третий я не знаю какой, он на персидский, персидский, да. Иранский, да. Персидский, да, он говорит, я знал, потому что папа у него этот самый перс был, папа перс был, да, вот. А в Азербайджане, вот тут же канал закрыли. Да. А, вот, армянский, да. Он говорит, он армянский знал. Да, он говорит, он армянский знал, я извиняюсь, третий язык он армянский знал. Артур, ютуб американский, да, не? Американский, да, а. А, сигнал итальянский. У меня же говорили, сигнал итальянский. Да, 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 кто у нас пишет здесь, дорогие друзья? Эльгар, Джафаров, салам, 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 салам. Да, ничего пишет, Ногимикс пишет, ничего. Скоро в Сарсахе, Дашнаке, с воробьями засухаем, вы базарите. Да, 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 да. Вот. Ну, что я, дорогие друзья, могу сказать вам в этой ситуации, да. А вот дебилизм прогрессирует, да, у наших оппонентов. Я бы никогда не сказал, что я, например, знаю какой-то язык на 60%. Ты или знаешь язык, или не знаешь его, понимаешь? Ну, у армян всегда, ну, я имею в виду вот таких именно, да. У них именно голова как-то повернута в совсем другую сторону, да. Им хочется казаться, что они что-то знают, что они еще те самые, которые уехали оттуда. Он говорит, что после того, как говорит, я уехал из Азербайджана, он все языки забыл и выучил русский. Ребята, кто из вас... На сто процентов. Кто из вас скоррекционирует алкоголь? Этот самый, я знаю одного только, Артемон, Артемон. Я не знаю. Он, по-моему, как приехал, этот самый, вот этот... А алкоголь пить надо. Да, да, да. У него он складирует. Видно, у него почки больные, да, ребята. Я хочу вам сказать, что, да, у тех людей, у которых почки больные, когда им алкоголь дарят, они его... Они его складируют, да? Да, они его складируют. Сразу видно, да, у человека, вот по лицу, когда смотришь, да, это как будто кого-то, ну, это, да, вот, помет стекает с лица у него, потому что почки больные, наверное, он это самое, да, при разговоре, как тебе сказать, да, ну, это... Слово есть такое, вот, когда лицо, да, вот это... Гримасы у него появляются, короче, на лице. И нижняя челюсть отпадает, нижняя челюсть отпадает, он так... Кто-нибудь вообще из них ролики штампует там вообще, я их не слушаю. Честно говоря, я не слушаю, потому что, понимаешь, моя задача... Я смотрю, доктора Улубовяна. Ему до доктора еще, как говорится, пилять и пилять, да. Он, как говорится, медбрат, медбрат. Ну, какая разница? Это он крестик выставляет свой на... Хороший крестик или нехороший? Селебренный такой? Да. Да, да, да. Ой-ой-ой-ой. Есть такое, это самое, да, на крестик говорят нательный крестик. Почему говорят нательный? Потому что крестик должен быть на теле, да, ближе к телу. Спрятан. Да, спрятан, да. То есть его не надо на показуху. А у него, когда он готовится ролик сделать, он его изнутри вот так вытаскивает, поверх это самое, да, чтобы это... Вот есть еще один такой, да, Гичбала, да, этот... Почему его в Москве подарили этот крестик? Да, да, это не Артемон, а этот, как его зовут, другого этого... Главного политика, который операцию провел, да. Да, да, Вальдемар, Вальдемар, да, Вальдемар, да, Вальдемар. Да, в общем, он тоже вытаскивает часы, так, перед тем, как выйти, он их еще натирает, это по стогоям, да, чтобы они блестели хорошо. Да. Крестик вытаскивает, тоже чистит его, да, в общем, зубы чистит, чтобы они у него блестели. Только единственное, что он не может подправить, это вот этот большой такой рубильник, который у него из его фасада, как говорится, выпирает чересчур, да. Да. Да, ну, я вот вижу, да, кто занимается показухой. Улубобяна это настоящий показушник, да. Чем он занимается? Ну, уколчики делает максимум, что ему позволяет. Таблетки, как говорится, приходит, дает, напоминает пациентам выпивать. Выносит утки, моет копки всегда и другие места тоже, да, у больных. Ну, то есть человек медбрат, медбрат, да, он привык выносить какашки и так далее, и так далее. Но когда он выходит на YouTube свой канал, он должен себя показать, как будто бы он там, не то, что это доктор, он профессор. Профессор, да? Да, 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 да. Вот, дорогие друзья. Да, там еще кто-то пытался, говорят, возникать. Вот этот... Этот... Артемон, да, выходит, рассказывает там опять, как он копченый этот, жарит мясо там, и что он там делает. Да, да, он рассказывает сказки, что они на коне еще, что Карабах у них там, или что-то там. Ну, в общем, да, выдумывают, да. Ну, что можно сказать? Такие люди, они, они всегда, понимаете, не отличались особым умом, да? У них всегда хорошо получается патронивать, да, вот, издеваться, да. Но когда дело приходит до того, чтобы лицом к лицу встретиться с человеком, или взять винтовку и пойти воевать за свой Карабах, они говорят, зачем вы мне воевать, да? Вот мы все прекрасно помним, как вот этот герой, здоровый, вот этот ДЖД, да, Петросян, да, Генрих Петросян, да. Он, как говорится, бил себя в грудь, что он такой, чуть ли не этот самый. А потом в приватном разговоре, в приватном разговоре с одним из наших знакомых людей, по-моему, его за Хачатуров, да, его или Хачатурянова зовут, Эрик, Эрик, да. Он ему признался, говорит, ну, да, Эрик, понимаешь, всегда говорят, да, так, да, Армению все мы любим, как говорится, издалека, издалека. Зачем, говорит, мне эта Армения нужна, да, то есть после того, как он даже жидко, как говорится, обсерился, да, он даже не понял, да, то, что произошло, он с этим вот, как подошва, подошва это самое, да, лицо продолжает выходить и говорить о том, что он любит Армению, о том, что это самое, о том, что он 60% армянского языка знал, но когда его спрашивают, как сказать там здравствуйте или спасибо, он даже не может произнести там шнаракаратюн, не может сказать, понимаете, даже я могу это сказать, а он не может, почему? Ну, потому что человек никогда не сталкивался с армянским языком, даже на бытомом уровне, понимаете, да, он там только знал Ашот, там, мог знать Ахпер там, какой-нибудь там, это самый, да, Генрих и так далее, и так далее. Но дальше этого он никогда не интересовался, потому что он жил в прекрасном городе Баку, разговаривал на интернациональном языке русском, в Азербайджане не было такого, чтобы тебя заставляли изучать второй язык, да, так изучать, чтобы изучать, изучать. В школе-то он всегда был в русском секторе, но учителя довольно-таки демократично относились к своим ученикам и позволяли им, ну, знать, да, здравствуй, до свидания, положи, принеси, все, больше ничего. А это не знание азербайджанского языка. Ну, и в крайнем случае они там знали, салам меликин, давай, до свидания. Все, больше ничего не знали. Да, и вот такой человек, у него хватает еще вот этой прыти, выйти и сказать, что он 60% армянского знал, азербайджанского знал, и он его вдруг забыл. Ну, сказочники, сказочники, понимаете, ребята. Что можно про них еще сказать? Ну, к нам присоединились наши дорогие слушатели. С добрым утром. Савалан, Савалан. Туфик, салам, 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 гусейн, Туфик. Да, Лубабян, да. Он говорит, даже, он даже говорит, не ветеринар, это точно. Давай подружим, давай. Артур, говорит, Ким Кардашьян знаешь? Подружи, да, говорит, плиз, говорит. Ким Кардашьян, да, заочно знаю, лично нет. Да. А тут знаю лично, и Ким Кардашьян нет. Да. Ну, дорогие друзья, ну, все больше и больше политиков, представителей властей признают, что азербайджанские земли уже освобождены, и они освобождены навсегда. Да, недавно приехала баронесса Николсон, приехала из далекой Британии, по-моему, она была из Британии. И в ее, как говорится, высказывании, вот то, что она сказала, освобожденные территории Азербайджана имеют большой потенциал. То есть человек заочно, заведомо и конкретно признает целостность Азербайджана и желает всего самого наилучшего, великолепной, демократической, прекрасной стране Азербайджану, молодой стране. Я имею в виду после распада Советского Союза, да, но и до этого она еще была, как говорится, два года, да, существовала. Да, но это не зазорно быть молодой страной, тем более, если за каких-то там 30 лет столько всего было достигнуто, и тебя во всем мире узнали, да, что ты смотришь там какой-то, например, гимнастику, там, борьбу, да, или голос, да, проходит, да, там этот европейский, да, этот голос, как он называется, я забыл, Евровидение, да. И выиграешь первые места, золото выиграешь в спорте, гимнастки наши, смотрите, как на батуте, пожалуйста, бегуны там и еще кто-то азербайджанцы, вот в Турции азербайджанец первое место занимал несколько раз. Так что Азербайджан прославливает себя, свою страну, свою нацию, свой народ, который проживает на территории Азербайджана. И все больше и больше людей, как говорится, узнают об Азербайджане с прекрасной стороны и относятся очень добрососедски, достойно и подружески. И даже приезжают и заключают контракты, которые выгодны обеим сторонам. Не забывайте, что у России сейчас проблемы с поставкой газа по трубопроводу через море, океаны, да, и, соответственно, Азербайджан успел проложить трубу, по-моему, до Италии, да, до Италии, по-моему. Да, и сейчас уже огромное количество европейских стран приезжают в Азербайджан, чтобы ответвление от этой трубы могло, как говорится, дойти и до них. Ну, там Болгария уже заключила, там все хотят, все хотят, да. Очень много, как говорится, торговых посланников приезжает туда из Британии, например, да, недавно приезжали, премьер-посланник, премьер-министр Великобритании. Пожалуйста, Азербайджан открыт, Азербайджан может держать, как говорится, слово, свои контракты, и это именно и нравится, это именно и нравится этим странам, потому что при заключении контракта все правила, все, как говорится, эти самые пункты договора осуществляются в полной ее мере, да. Да, ну, Сокар до сих пор продолжает поставлять Украине горючее и гуманитарную помощь. Я думаю, что гуманитарная помощь Украине на данный момент нужна, и это очень достойно со стороны Азербайджана, что Азербайджан осуществляет такие полеты и доставляет туда гумпомощь, да, не оружие, а именно гуманитарную помощь, и продолжает поставлять горючее, чтобы люди на своих машинах могли ездить туда, куда им надо, да. То есть, в полной мере выполнять свой контракт. Ну, со стороны Армении в последнее время очень удручающие новости. Помимо того, что они в последнее время главный Киабабчи Пашиня попытался переметнуться в сторону НАТО. НАТО, да, также простые жители Армении, они все больше и больше понимают, что без Турции и Азербайджана им, как говорится, в этом регионе делать нечего. Да, Армения просто влачит свое существование в зависимости. Ну, в зависимости от чего? От того, откуда дует ветер, туда и они, как говорится, как британские флаги, как говорится, поворачиваются. Да. Ну, Казахстан, если вы слышали, Казахстан на данный момент разрабатывает логистику с Азербайджаном, чтобы больше грузов из Казахстана шли через Азербайджан, через железную дорогу в Турцию и далее в Европу. Это очень хорошо, почему? Потому что это принесет Азербайджану, Турции и Казахстану огромные выгоды и товар будет доставлен до финальной точки очень гораздо дешевле, чем на данный момент. Да. Ну, я хотел бы также поздравить, дорогие женщины, вас с прошедшим праздником 8 марта. Я думаю, все ребята ко мне присоединятся. 8 марта, как говорится, женский день. От всего, как говорится, от нашего канала, от всего сердца, от наших ребят. Желаю вам, как говорится, любви, счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким, семье, детям и, как говорится, так далее, так далее. Да. Я думаю, ребята тоже присоединятся. Обязательно, взаимно, да. Да. Ну, все мы знаем великого пропагандиста, еще один Вальдемар Соловьев. Как я забыл его по батюшке, был один азербайджанский представитель прессы, который его называл по отчеству. Да. А ему это очень не нравилось. Владимир, как то он его называл. В общем. Олег, там тебе задали вопрос. Да, задали вопрос. Пожалуйста. Рудольфович. Рудольфович, да. Рудольфович, да. Ну, прочитай, да, я же не вижу, который вопрос. Там столько вопросов, я не успеваю. Самое лишнее от этого, но ГМИКС. Прокомментируй, плиз, информацию про РМК. Якобы они покинули часть Карабаха и передали частично Зенворикам. Это так или... Ну, по данным, которые наши ребята имеют, часть миротворческих сил российских, я не знаю, по приказу из Центра, вынуждены были покинуть данный регион. Не тотально. Не тотально. Я не знаю, причина чего, не хочу спекулировать, было ли это нужно России, потому что для операции им нужно больше солдат, я не знаю, не хочу спекулировать. Но факт остается фактом, то что часть миротворческих сил покинула Хан Кенби. Саванас. Саванас. Давай. Не, ничего, Саванас. А, Саванас, да. А ты прав? Не, я прочитал комментарий, поблагодарю вас. А, Саванас. Да, да, ты прав. Если они в НАТО хотят, армяне, далеко ходить не надо. Давай пускай они станут частью Турции. Ну, это такая, да, шутка, я понимаю. Кан Казарский. Салам, 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 дорогой. Давай подружек, давай подружек. Да. У него арестовали два его дома, находящихся в Италии. Один из которых, насколько я понял, он приобрел совершенно недавно, недавно. Не знаю, я слышал, поначалу говорили о том, что у него три дома там. Да. Ну, два, давайте опустим пока до двух, да. После этого на своем канале, выступая на интернет-канале своем, Соловьев Лайф, он заявил о том, что почему, говорит, зачем, говорит, меня, говорит, против меня санкции, говорит, вводят. Говорит, что, говорит, я же, я же, говорит, частное лицо, я же не государство. На что некоторые блогеры ему ответили замечательно, замечательно ответили ему, что они сказали. Ему сказали, наконец-то, говорит, наконец-то ты, говорит, Соловей, сблизишься, говорит, с народом, говорит. Ему, говорит, мы вместе, говорит, будем нести эту вот эту ношу, да, без твоих домов. Пускай они, говорит, оставят их себе, да. А мы с тобой, как говорится, как обыкновенные пацаны, будем действовать дальше. Ну, люди, как говорится, начали над ним потруднивать. Все мы понимаем, почему это делается, потому что многие уже, он перекормил своей пропагандой огромную часть России, повторяя как мантру одно и то же каждый день на канале «Россия-1». А потом еще на интернет-канале своем «Соловьев Лайв». Ну, «Соловьев Лайв» говорят тоже, и другой его второй канал прикрыли на Ютубе. Честно говоря, я не являюсь его подписчиком, потому что я брезгую, от него смердит просто, смердит, понимаете. Поэтому я не очень люблю его слушать. Честно говоря, иногда я, когда прихожу к соседу, он возле речки здесь в Перми живет у меня, и я, когда прихожу к нему, у него там гуси, там эти самые утки, курочки, хозяйство целое. И он включает этот телевизор, и у меня от этого телевизора так голова болит от этого «Соловьева», слушайте, что он только там не говорит. Легко быть умным, легко быть умным, когда в одном ухе у тебя микрофон, и тебе там суфлер все подсказывает, и ты такой суперумный, почти как ДЖД. Я хочу сказать, что сколько можно было этой пропагандой заниматься, издеваться над разумом людей, люди идут сейчас, умирают на этой войне не за что, а ты, как говорится, отсизываешься там и получаешь миллионы, и плюс ко всему вкладываешь эти деньги не в свою страну любимую, не патриотично относясь, несмотря на то, что у тебя прямые контакты с очень большими людьми, важными людьми, главой страны, и ты идешь и покупаешь, как говорится, частную собственность, и не одну, несколько частных собственностей на территории Италии. Вот такой ты патриот, засранец. И правильно, мои братья-россияне говорят, что ты нам не нужен, как горькая речка. Надо тебя, как говорится, выкрасить и выбросить собакам на сей день. Да, если власть поменяется, он первый забезвещенный. А да, конечно, а для чего он этот готовит трамплин? Да, именно для этого готовят. Именно для этого. Все, все, у них у всех здесь все есть. Да, ну, сейчас вот против нашей, как говорится, верхушки ввели огромнейшие санкции, огромнейшие санкции ввели. Да, ну, я не знаю, я это не чувствую, потому что у меня, как говорится, особо-то ничего нету, кроме, кроме, как говорится, валютного счета, ни одного. Да, я работаю в хорошем месте, и у меня, как говорится, позволяет доход держать деньги в валюте. Да. Ты человек защитничный. Я человек защитничный. Три миллиона азербайджанцев визживут в домах. Да, ну, видишь, так получается, да, так получается, что... Я поэтому не хочу политизировать, да, ничего, вы понимаете, потому что это такая очень... Как сказать, чувствительная тема на данном этапе. И говорится... Кого богаче и богаче, кого есть, они не почувствуют. Это обычные вот эти средние классы, да, почувствуют. Ну, вот на Украине же все слышали, наверное, огромное количество украинцев уехало из этого, да, с Украины. Причем на самых таких клевых марках, самых последних машинах. Уехали в Молдову, оттуда в Польшу и так далее, и так далее. Да, и там я хочу сказать, номера, которые они снимают, да, в этих гостиницах, они далеко не дешевые. Конечно. Да. Ну, а простой люд, простой народ... Хорошо, всегда, да, страдает, да, продолжает страдать до сих пор, продолжает страдать до сих пор, да. Ну, есть такой один нехороший человек-блогер, который во время прихода к власти премьер-министра Армении, Романов его канал, да, по-моему, называется, да, Романов. Да, человек вроде русский, да, но выходит и всяко-разно пытается осквернить или подкакать соседям, находящимся в регионе рядом с Арменией. Ну, это кто будет, да, это Турция, это Азербайджан, да, это Иран и так далее, и так далее, Грузия. Да, в своем одном из своих роликов недавних он сказал, что надо, говорит, россиянам приезжать, говорит, в Армению. Ну, всем понятно, да, что человек, находясь там в Армении, он не просто так там находится, да, то есть он состоит на службе у армянских пропагандистов, то есть ему платят за это. Соответственно, ему придали там жилища какое-то, да, квартиру дали, да, на улице Мамикваняна. И он оттуда открыто заявляет, что надо вам приезжать русским всем сюда, здесь в Армении хорошо, здесь столько работы, здесь не знаю что, в общем, чуть ли там медом не мазано. А то, что армяне каждый день оттуда дюру дают, да, не знают, куда убежать из этого бедлама, да, из этого вот этого, не хочу уже по-другому, да, называть никак, из этой клаки, которая там образовалась, да, он не говорит, да, то есть люди русские поверят, приедут туда с деньгами, все деньги, как говорится, спустят в эти унитазы, которые они привезли из оккупированных земель, потому что... Ну, платят за это, да, платят за это ему. Да, и, соответственно, пустят их по миру там, и в придачу, говорят, вот недавно, да, три дня тому назад, в новостях, предупредили армяне, предупредили русских, прибывших в Армению россиян, предупредили, вас просто начнут, говорит, там бить. Понимаете? Потому что война, которую проиграли, проиграли армяне, как на Горном Карабахе, так и в Армении, да, они сейчас настолько злы на Россию, что они готовы отомстить не только солдатам, да, или там военным, да, но и частым гражданам, которые приезжают туда, находясь в очень сложной ситуации, когда огромные санкции идут против России. Да, то есть, я не знаю, с какой тупой головой этот Романов приглашает туда россиян, чтобы они приезжали к ним. Зачем к ним? Пускай лучше они поедут, не знаю, в Грузию, в Азербайджан, там, где цивилизация, где не воруют унитазы, хотя бы. Люди умеренные относятся гостеприимно, не угрожают им, не говорят, что вас здесь будут бить, несмотря на то, что есть несогласные с тем, что с политикой России по отношению к Украине, да. Но вот так вот нагло выйти и сказать, что вас тут начнут бить, это просто, ну, что можно сказать, ну, деграданты какие-то просто, деграданты. Да, и еще одна из таких очень важных новостей, которая произошла за последние дни, дорогие друзья, я был очень этому рад. Из города Шуша в Ханкенды начал звучать азербайджанский гимн. Вы не поверите, как армяне в Ханкенды были рады услышать, наконец-то, азербайджанский гимн. Радуются, да? Они там прямо под эту музыку вышли, это самое, гузу, да, сделали этот самый, да, порезали ягненка и сразу чабаб под эту музыку. Они же любят азербайджанскую музыку, да, сколько воровать можно. Наконец-то азербайджан дает им бесплатно послушать. Лучшее место, где слышно, это около магазина или степаного магазина. Там ляф-пар-нума, ляф-пар-нума. Ляф-пар-нума? Что это такое ляф-пар-нума? Да, да, джокер, салам, салам, да, это святое у них, да, без этого они никак. Они в нем и шашлык жарят, и в унитаз, как говорится, ходят, и так далее, и так далее. И дома, как говорится, на унитазах строят. Ну, что сказать, да, дорогие друзья. О, к нам присоединился Карен Казаряна Мамину чего-то, я не буду до конца читать. Да, кто еще к нам? Бор Чалы, салам, салам. Клизму делает из коньяка. А, да, кстати, это хорошо сказал. Да, недавно обратился к армянам этот самый, их блогер, который поддерживает Пашиняна. Я забыл, как его зовут. У меня на армянский... Как, как? Роман Багдасарян. Да, Роман Багдасарян, да. Вот, у меня на армянские имена плохая память, но Роман Багдасарян на армянском языке, насколько я понял, да, извините, я не изучал армянский язык, я не имею отношения к армянскому языку, но будучи уже 7-8 лет здесь с нашими ахперчиками, как говорится, для того, чтобы сделать результативный удар, надо знать язык противника. Пришлось мне? Пришлось мне? Знаешь, на 50%. На 60% да. Пошли. Ай, да, комедия, комедия. Это надо же быть, чтобы человек в 60 лет таким идиотом был, я представляю, на 60% узнал. Да, и вот, значит, лав порнума, как ты сказал, да? Да, о чем я говорил, я уже забыл. Да. И, значит, дорогие друзья, сейчас, секунду, я здесь что-то не дочитал. Сергей Качаров, салам, салам. Вот, кстати, Серега Качаров нам очень помог раскрыть вот эту душонку вот этого, вот этого Генриха, Генриха Петросяна, ДЖД под кличкой. Также у него клички есть «Давайте жить дружно» на ДЖД, да, вот это, да. И еще у него кличка есть «Сигнал итальянский», да, он перс, он англичанин, он армянин, и у него маму звали Парвана, которая стояла на торговой. Да, 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 вот он рассказывал, я помню, да. По-моему, так было, да. Вот, да. Далее. Значит, из города Шуша, как говорится, прозвучала великолепная песня, гимн, я имею в виду, да, Азербайджана. Армяне были очень рады. Они, как говорится, приветствовали из Хан-Кян-Ды Азербайджана, потому что Шуша находится гораздо выше, чем Хан-Кян-Ды. Там слышно, слышно. Да. Ну, дорогие друзья, в момент, когда на Украине происходили, значит, такие события, как, да, исход народа с территорий, где идет сейчас война, президент Азербайджана проявил, как говорится, жест доброй воли по отношению к своим согражданам. И на правительственном уровне организовал вылеты с территории Украины, спасая, спасал своих сограждан, азербайджанцев, которые волей судьбы оказались на территории Украины, то ли зарабатывали там деньги, то ли проживали, как говорится, имели двойное гражданство. Но он им, как говорится, помог, и, по-моему, около 400-450, там что-то такое число было, года, два дня назад, я помню, я читал, что доставили, или три дня, да, даже три дня, что доставили на территорию Азербайджана где-то 400-500 человек из территории Украины. Также сейчас будут вывозить из Молдовы, я слышал, и Польши, да. Ну, я вижу, что президент Азербайджана думает о своих гражданах, о своем народе, даже вот в таком положении он находит варианты для того, чтобы спасти свой народ. Ну, ты как думаешь, Яшар, ты с нами здесь еще, Яшар? Яшар, я думаю. Яшар, ну ты как думаешь, президент Азербайджана правильно делает, спасая своих сограждан с территории, где проходит война на данный момент? Правильно, нет, он обязан спасать, он еще не всех спас, там много. Да, 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 говорят, что там еще с территории... Там много, а еще там... Молдовы, да, с территории Молдовы и Польши еще будут вывозить людей, привозить обратно. Да, ну, на фоне войны и событий, которые происходят с бензином, с газом и так далее, и так далее, цены на горючие материалы поднимаются как небоскреб просто. Да, на данный момент цена нефти Brent уже превысила, по-моему, 140 долларов за баррель. Это произошло впервые с 2008 года. Да, и я думаю, что несмотря на то, что ситуация в мире сложная сейчас, для Азербайджана, как бы то ни было, хоть это немножко и, может быть, цинично будет сказать, но бизнес есть бизнес. Да, то есть цена поднялась, соответственно, Азербайджан будет больше зарабатывать на этом, и эти деньги спокойно может вкладывать в великолепные города, которые он планирует строить, а также на благо граждан Азербайджана. Да. Да. Ну, несколько раз правительство Украины и России уже, значит, пытались договориться о том, чтобы остановить боевые действия, но у одной стороны есть цель восстановить свои границы, а у другой зафиксировать то, что они являются, как говорится, победителями или там освободителями и так далее, и так далее. И на почве того, что они сейчас ведут в этой войне, то есть остановить это все, да, на тех рубежах, на которых они сейчас находятся. Я думаю, что это как с одной, так и с той стороны, и с другой стороны это все как-то выглядит по-детски, я здесь первый, или я это захватил, или я это то, или я освободил. Да, надо как-то двум братским народам, я еще раз повторяю, кто бы как бы ни говорил, я считаю, что русские, украинские и белорусские народы – это одно единое целое. Это как, представьте себе, двоюрные и троюрные братья, да, мы будем говорить образно говоря, да, и тут нету победителей, когда один бьет другого, понимаете, потому что пока чужими руками кто-то пытается из огня вытащить каштаны, да, гибнут люди, гибнут люди, как русские люди, так и украинские люди, так и люди других национальностей. Татары там, кто там, башкиры, там, не знаю, и другие национальности, которые проживают в обеих странах. Очень печальная ситуация, очень печальная ситуация. И не только проживают, но и воюют. И воюют, да, я имею ввиду, проживают и воюют. А мы много чего не знаем, мы сейчас азербайджанцы против азербайджанцев воюем, армянин против армянина воюем. Люди из той страны есть, из этой страны есть. Да, там есть... Так помешал, что, блядь, все вот эти советские страны, да, которые раньше были, все там воюем. Там вроде есть такая территория, которая называется Армянск на территории Украины, да. То есть на этой территории проживают... Крыму, Крыму есть. В Крыму, да, а, понятно. Да, в общем, на фоне вот этой всей вот этой непонятной неразберихи вот этой, значит, армянку, кандалаки. Объявляют в международный розыск. Вы представляете себе, да? Ну, насколько надо быть такой вот, знаете, вот таким человеком, да? А кто ты объявил? Украина? Честно говоря, я не вникал в подробности, да, но у меня эта новость просто, просто ошеломила, да. Да, если хотите, мы даже можем немножечко ее зачитать, чтобы наши... Точно. Сейчас посмотрим. Что это? Что это? Генпрокуратура Украины Ирина Венедиктовна на своей странице в Фейсбуке сообщила, что ее ведомство предъявило обвинение российской телеведущей и медиа-менеджеру армянки по происхождению Тины Кандалаки предъявило следующее. Она везде кричит, что у нее мама еврейка. Да, 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 да. И к вам я вынужден обратиться. Тина Ти Гивиевна Кандалаки. По обыкновению сдержана без эмоций, на которые я не имею прав исключительно с целью проинформировать вас о положении ваших дел. Дел уголовных должна заметить в качестве генерального прокурора, уведомляя вас в том, что ваш процессуальный статус в Украине – лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинской прокуратуры инициируется процесс объявления вас Тина Ти Гивиевна в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить – найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину. Но я вам не предлагаю полагаться на мое мнение, а руководствоваться советами ваших юристов. Помните, что мы в Украине исходим из того, что процесс привлечения лица к ответственности должен быть честным, прозрачным и состоятельным. Это обещаем вам. Так что, видимо, какое-то заявление напишет. Следует, что Тина Кандалаки украинские власти предъявили обвинение по статье 110 часть 2 Уголовного кодекса страны. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. И тут прилагаются документы, в которых фигурирует ее имя по данному делу. Ну, я поздравляю вас, как говорится, Гиевна. Гиевна, я поздравляю. Я не так слушал ее интервью с Гордоном. Это где-то год назад. Он был у нее интервью. Интересно было? Да, интересно. Она там так хорошо говорит о Кадырове, говорит, мы с ним дружим. Да, о, видимо, они хорошо дружат. Давай подружим, говорит. Да, 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 да. Так, кто к нам присоединился? ВИЭйч. Это должно делать посольство и диаспора, а не президент. Да, ну, в какой-то мере я согласен, но все равно президент должен способствовать тому, что я сейчас нахожусь в Киеве, ситуация под контролем. Сергей Качаров. О, молодец, молодец. Да. А он в Киеве живет? Да, да, это обязанность государства, не важно, нужно будет или работать, надо вывозить. Все правильно, я согласен. Так как данные лица являются гражданами Азербайджанской республики, Азербайджанского государства, президент должен способствовать тому, что защищать, как говорится, жизнь, интересы своих граждан. То, что президент Алиев и делает. Эти люди, несчастные люди, не виноваты в том, что они попали в такую бедственную ситуацию, в которой им нужна помощь, где нет выхода. И если Родина, я имею в виду страна, в которой они родились, и в которой до сих пор они имеют гражданство, не протянет им руку помощи, то кто им протянет руку помощи? Да, ну, Геевна, как говорится, залетела не по-детски, не по-детски. Ну, на фоне всей этой войны в Азербайджане были осуществлены, прошли соревнования по гимнастике в Баку, акробатической гимнастике, и женская группа Азербайджана заняла первое место на всемирных соревнованиях, в чем мы, как говорится, поздравляем. Это случилось в преддверии 8 марта.